Приветствовать из города, который отмечает сегодня свой день, из Петербурга. Но говорить мы сегодня будем о Дагестане, о районе, который достаточно далеко находится от Петербурга, но тем не менее богат своей историей, связывающей с Петербургом в том числе, как с исследователями. И я одна из них. Благодарю вас за то, что вы выбрали эту лекцию, выбрали время, чтобы послушать рассказ о еврейских надгруппных памятниках Южного Дагестана в историческом и культурном контексте. «История происхождения еврейских общин Восточного Кавказа». Вы меня слышите? Одна из самых сложных и запутанных вопросов, хотя историографически можно выделить пять основных групп. Первая из них – это когда произошло переселение евреев на Кавказ, каких именно групп, но с какими процессами оно было связано, это переселение, немаловажно для нас. Чем мотивировались в прошлом и в настоящем попытки самоидентификации евреев? Следующая группа вопросов – это региональные особенности традиционной еврейской учености. Средневековая еврейская реакция на рыжих евреев-потомков десяти калин Израиля за Каспийскими горами. Я имею в виду ответ христианского теолога Петра Магистра XII века на религиозно-философский трактат Сефарх Кузари и Угуда Голивей. Именно подобная характеристика горских евреев, как рыжих потомков десяти калин Израиля, надолго засела не только в общую историографию, но именно сугубо еврейские сочинения. Эти сообщения спровоцировали активные поиски в еврейской среде десяти потерянных колен. Именно на Кавказе и общее кавказоведение о евреях при Каспии является также отражением этих поисков. Рассмотрение поставленных проблем возможно требует отдельного самостоятельного обсуждения. А даже беглый обзор в рамках данной темы покажет, что в изучении исторического прошлого еврейских общин важны любые свидетельства. Нужно сказать, что даже те исторические рассказы и путевые заметки путешественников, документальные сообщения, которые можно признать, что они есть, но и они существуют большей частью как вкрапления и до сих пор не собраны. Вопросы же расселения евреев XIII-XIX веков в Горный Дагестан остаются до настоящего времени дискуссионными. Самая ранняя дата появления евреев на Кавказе зафиксирована в грузинских хрониках Леонтия Мравелия «Картли Скхобереба. История Картли и жизни грузинских царей». И отнесена эта дата ко времени захвата Израиля с Амаласаром и с Аргоном II Акадским еще в 721-22 годах до н.э., а также в Вавилонской пленении Иудея 596 года. Эти события воспринимаются как реальные и им отводит роль первого потока. Следующая волна – это VI век уже н.э. строительные и защитные мероприятия сасанитского правителя Хасрува I Ануширвана 531-579 годов. По предположению Игоря Семенова, предки горских евреев вместе с предками кавказских татов в качестве иранских колонистов были Хасрувом переселены на Северный Азербайджан и Южный Дагестан для обслуживания и охраны иранских крепостей. Глоссарик Библии 1459 года «Маше бен Ахарона Шервани», то есть из Шерваны, составлен уже на еврейско-персидском языке, выработанном районом еврейской диаспоры Парай-Умадас, то есть современными территориями Ирана, Афганистана, Средней Азии. Можно говорить, что существовала ираноязычная традиция, причем традиция и письменная, в том числе с использованием еврейской графики. Однако к XVIII веку все еврейские тексты написаны уже на средневековом еврите. Следующий источник, свидетельствующий о третьей волне переселения евреев на Восточный Кавказ, это так называемый кембриджский аноним или список Шехтера, который датируется X веком, и его с комментариями опубликовали Норман Голб и Емельян Прицек. В нем сообщалось о бегстве евреев через Армению в Хазарию от преследования от огнепоклонников. Они-то впоследствии стали, по их мнению, духовными предшественниками хазарского празелитизма. Хочу сразу же здесь остановить ваше внимание на списке имен, которые были упомянуты в этом документе. Песах, Виньямин, Женское имя Сирах. Коллективная память сохранила их в общинах, и они остались в хождении среди евреев в Восточной Хазарии. Важным источником изучения истории и быта этой очень своеобразной части еврейского народа стали воспоминания и записки путешественников, посещавших Кавказ в разное время. О еврейских аулах в горах в районе Каспийских ворот, то есть Дербента, упоминает путешественник XIII века Гийом Руброк 1215-1270 годов, предположительно. Может быть, просочившиеся в Европу сведения о евреях на Каспийских берегах заставили его отклониться от обычного привычного маршрута через Волгу и последовать в Дагестан, возвращаясь от хана Мунке из Каракурума. В двух днях пути от Дербента, пишет он, в городе Самарон, Шамрон, живет много иудеев. Отголоски этих и более поздних событий не ранее XIV-XVII веков отмечали Адама Лиари и Ян Стрейс. По мнению самих евреев, как фиксируют эти путешественники, происходят они из Иудова и Веньяминова колен. Конечно, в них отсутствуют четкие сведения о времени поселения на Восточном Кавказе их предков, но и даже о месте, из которого они были переселены на Кавказ. Из числа первых, хотя весьма кратких упоминаний о горских евреях, можно также указать на сочинения «Северная и Восточная Тартария». Перед вами карта Дагестана, но пока, конечно, она не может отразить тех реалий, это не историческая карта, никто из них, ни Адама Лиари, ни Стресс не смогли зафиксировать свои путешествия. Мы вот можем только проследить этот берег Каспийского моря, где находится Дербент. Потому как Николас Витцин о горских евреях XVIII века сообщает также весьма приблизительно. Но уже Иоанн Густав Гербер, который служил артиллерийским капитаном в русской армии и участвовал в военном походе Петра I на Восточный Кавказ 1722 года, все-таки являясь членом комиссии по демаркации границ между Россией и Атаманской империей, отмечает более-менее приблизительные сегодня совпадающие границы Южного Дагестана. И этот русский офицер дал обстоятельное описание народа Восточного Кавказа, в том числе и евреев. Они, евреи, пишет он, объявляют, что произошли из колена Иудова, а некоторые из Виньяминова. Подобную устную коллективную память продолжал фиксировать весь XIX век. И служившие на Кавказе русские офицеры были своего рода казенными путешественниками. Они кратко сообщают нам о горских евреев. Так, например, у Даниила Тихонова, который участвовал в русско-турецкой войне 1787-1991 годов, записано о горских евреев, заселявших районы Дербента. О горских евреев упоминают в своих сочинениях известные географы Гмелин и Клопрот. Клопрот очень интересовался хазарами, но до области расселения в евреи в Дагестане так и не добрался. В его распоряжении были рукописи графа Яна Потоцкого 1765-1815 годов, который путешествовал по Кавказу в более раннее время, чем он сам, а именно в 1797-1798 годах. Клопрот, перекладывая сочинения Яна Потоцкого, в тех же окрестностях между Дербентом и Кайтагом, вот мы с вами видим здесь Дербент, а Кайтаг немножко на севере, вот в районе Маджолиса. Так вот, он пишет о том, что Кайтаг и Дербент в этих окрестностях можно видеть еврейскими деревнями, хотя евреями они являются по религии, так как язык у них татский, персидский диалект. Мнение Клопрота о языке, что эти евреи говорят по-тацки, и видимо он не израильского происхождения, достаточно надолго закрепляется в историографии. После присоединения Кавказа к России в начале 19 века заметно возросло число путешественников, посетивших Восточный Кавказ. Первым исследователем, который специально приехал на Кавказ с целью собрать сведения о евреях, был Караим Авраам Феркович, исследовал он из Крыма. Всего лишь несколько ученых занимались систематическими изучениями истории и этнографии, и этим первым исследователем в этом списке был еврейский путешественник Иуда Черный, 1835-1880 года жизни. В марте 1867 года Черный получил разрешение на поездку по Кавказу. Объехал дагестанские аулы, Чирт-Юрт, Карабудаккент, Буйнакск, Дашлагар, вот примерно он был в районе Дербента, Дзюргилия, это немножко вот здесь, вот где нынешний Буйнакск, Тапасаран, это Южный Дагестан, Кайтак, я уже показывала, это вот Срединный Дагестан. Оттуда он отправился в Закавказье, вот в Кубу, это уже изобайжанские земли сегодняшние, и в Арташе. Иуда Черный был не только этнографом или историком, но путешественником в том специальном значении этого слова, которое еще имело смысл в середине XIX века. Он не знал татского языка, поэтому в его работах с неизбежностью было допущено достаточно ошибок, которые были отмечены последующими исследователями. Тем не менее, именно исследования Иуды Черного заложили основы изучения евреев Восточного Кавказа. Одним из инициаторов изучения быта и истории горских евреев был иронист и кавказовед профессор Всеволод Федорович Миллер, 1848-1913 годов жизни. Во время поездки на Кавказ в 1883 году Миллер посетил, или в историографии он чаще упоминается как Миллер, посетил места проживания горских евреев и заинтересовался историей их появления. В своих работах он изложил основы изучения еврейско-татского языка. В 1881 году в русско-еврейском журнале «Рассвет» появляется статья, посвященная горской еврейской общине Кубы и свадебному обряду у горских евреев. Статья и ее автор заинтересовали Всеволода Миллера. Этим автором был молодой горский еврей Илья Шеребетович Анисимов, ставший впоследствии его учеником. И в 1886 году Московское археологическое общество уже командировало Анисимова на Кавказ для исследования горских евреев. Анисимов пишет, что до путешествия у него были кое-какие сведения о численности горских евреев, доставленные главными раминами северного и южного Дагестана. Это раби Яков Ицхакович и раби Хаскель Мушаилов. Но они были неполны и требовали проверки на местах. В такой же проверке и пополнении нуждались и сведения о бытии его единоверцев, которые он сохранил в памяти с детства. Во время поездки, которая продолжалась три месяца, Анисимов посетил 88 населенных пунктов, в которых проживали горские евреи. В 1888 году он опубликовал обширную статью, являющуюся по существу монографией «Кавказские евреи-горцы». И все они, Дорн, упомянутые, Иуда Черный, Анисимов, признавали недостаточность письменных источников. Реконструировать картину прошлого в таком историографическом провале можно было только в общих чертах. Именно дискуссионность вопросов о направлении дальнейшей миграции евреев 17-19 веков в горные районы Дагестана заставляют искать нас новые источники и вводить их в научный оборот. Уцелевшие древние еврейские кладбища Дагестана, затерявшиеся в ущельях или тенистых долинах, а то и поднявшиеся на отруги гор, позволят, на мой взгляд, составить весьма широкое представление о географии расселения еврейской диаспоры Дагестана. Основными объектами наших исследований стали некрополи города Дербента и его округи. Вновь возвращаемся к карте. Дербент, Маджолис, Нюгди, это южнее, рядом почти у устья реки Самур, Корчага, несколько вот здесь вот в глубине, Мараги, Хлепинжика, это южный район, Янгикента. Итак, мы отправляемся в южный Дагестан. Первым селением, которое я вам предлагаю познакомиться, это Марага, находится в отрогах Джифудага, это пограничье Дагестана с Азербайджаном. Джифудаг в переводе и означает Иудейская гора. Собственно, самоназвание евреев на Кавказе со стороны Каспия это Дагджигур, что в переводе как раз и означает горские евреи. И действительно, их селение чаще всего можно было в 18-19 веках обнаружить именно в горах Дагестана. Марага записана в одном ряду с такими селениями, как Рукель, Митаги и записана она как раз уже упомянутым Адамом Алиарем, галштинским послом, посетившим Дагестан в 1630 году. Он был послом в Московию, но решил заехать в том числе, объехать южные границы Московия. И посетил он не только Московию, но и заехал в Дагестан. Отправлялся он также через Московию и в Персию. И, конечно, отправляясь из Московии в Персию, у него на пути был Дагестан дважды. И потому существуют две даты посещения Адамом Алиарем Дагестана. Это 1630-1632-33 года. В этих путешествиях он и описывает тапасаранских евреев в Шамахе, это как раз Южный Дагестан, и указывает на Марагу, как она, одно из торговых становок. В ней упоминается в своем... Они упоминают в своем путешествии также и Иуда Черный. Он насчитал в этом ауле на 1867 год 16 дымов, то есть 16 домов, 16 семей на 60-е годы XIX века. В настоящее время в этом селении живут лесгины. Старый иудейский квартал находился вот здесь, вот на северо-западных высотах селения. И на склоне этого селения, вот этот склон я вам показываю, как раз и находилось еврейское кладбище. Всего нам удалось обнаружить на этом некрополе три надгробия. Вот одно из них. Вот эти три надгробия. Вернее, два, как данное, находятся на своем постоянном месте, то есть установлены над могилами, вкопанные в грунт, а вот одно из них лежало, как вы видите, уже вынутым из грунта. И это наиболее ранний памятник, который был обнаружен нами в Южном Дагестане. Датируется он 1600 годом. Следующее селение неподалеку от Мараги, это селение Корчак. Корчак окружает вот такие глиняные холмы, и на подобном из них находилось еврейское кладбище. Сказания про исхождение Корчакской общины связывают с персидо-мидийским переселением евреев в 1646 году, как описывает Алиарий, в Кубу и последовавшим переселением в Корчак. Поэтому, конечно, мы ожидали увидеть на кладбище памятники хотя бы 17 века. Вот внизу долина, где находится современное селение Корчак, и тот глиняный склон, справа на фотографии, на котором и находится кладбище. Вот кладбище занимает на этом склоне примерно такие границы. Иудейский некрополь вот я вернусь еще находился на вершине большого глиняного холма, доминирующего над современным селением. Издали были видны еще сторожевые башни нам на подходе, сложенные из песчаника, и в 500 метрах левее от этих строений уцелевших на плато располагалось мусульманское кладбище, а за гребнем по левому склону уже еврейское. Таким образом, сам холм, его вершина, стал естественной границей между двумя некрополями. Камень надгробий в основном песчаник, вот вы видите характерный, действительно такой песочный цвет. Стелы почти все по одному образцу, и по образцу, что интересно, расположенного рядом мусульманского кладбища. Оформлены они экраном рамка, чаще прямоугольные или треугольные формы, вот прямоугольная форма, иногда треугольная, арочная. Но то надгробие, которое я вам сейчас демонстрирую, это точная копия с мусульманского образца. Экран, вы видите, антропоморфной формы, а его поля декорированы вот такой резной плетенкой. По уцелевшим эпитафиям хронологические рамки существования этой общины и самого некрополя это 80-90-е года 18-го века и первые года 20-го столетия. Вероятно, от того, что некрополь располагался на крутом южном склоне холма, надгробие не все уцелели на своих первоначальных местах. Эпитафии выполнены неглубоким внутренним рельефом, вы видите, даже сложно порой прочитать, читаются они только, можно сказать, на ощупь. И частично или полностью они были выветрены. Последняя дата на некрополе Корчак 1914 года. Тем же временем заканчивается история некрополя селения Джирах. Оно примечательно большими сходствами именно и по орнаменту, и по шрифтам, и по архитектуре с этим селением Корчак. Ну вот вы видите нас за работой. И вот мы с вами уже переместились в селение Джирах. Это кладбище, карта кладбища селения Джирах. Джирах находится в глубинных районах Тапасарана. В названии селения можно сказать переданное имя полководца Джираха ибн Абдаллаха Аль-Хаками 730 года нашей эры, который был в числе полководцев Абу-Муслимок, совершавшего поход именно в Южный Дагестан из Азербайджана. И именно с этими именами Абу-Муслимом и Джирах Абдаллахом связана первая исламизация Восточного Кавказа. В глубинах, конечно, находясь именно в таких глубинных районах Тапасарана, Джирах казалось бы более всего подходил под то место, где могло быть наиболее раннее расселение евреев и могло сохраниться здесь на протяжении многих веков. Некрополь в окружении двух больших мусульманских кладбищ. Здесь зарегистрирована та же самая архитектурно-типологическая преемственность. Все надгробия стелы украшены рамками, иногда они завершались также арчным контуром. Вот оно селение Джирах, соседние мусульманские надгробия, мусульманские кладбища и, собственно, вот оно перед вами еврейское кладбище. Конечно, отправляя сюда в Джирах, мы тем более были мотивированы ожиданием встретить здесь ранние памятники рассказами местного населения о том, что здесь более 500 лет тому назад уже существовало еврейское поселение. Однако из того, что мы видели, что нам благодарно оставило время, таких ранних памятников, к сожалению, обнаружить не удалось. На трех самых ранних памятниках, вот в частности одно из них, вы видите такую же антропоморфную фигурку, именно таким образом был оформлен тот картош, тот экран, в котором была вырезана данная надпись. Вы видите, что именно эти антропоморфы повторяют стелы селения Корчак. Также почерки и шрифты в этом джирахе этого же времени очень сближают его с селением Корчак. Но что очень важно отметить именно в джирахе, здесь встречаются почерки и шрифты самых разнообразных по исполнению мастера, от курсива до строгой печатной формы. И это несмотря на замкнутость поселения горными отрогами. Именно по руке мастера нами было выявлено более восьми характерных образцов почерков. Правда ни один из почерков не приобрел устойчивость. А вот перед вами курсивы и такие курсивы характерны были в Маджолисе, в Абасове, Хлепинжике. Нужно сказать, что даже по формуле эпитафий стилистические они очень разнообразны. И также нужно отметить, что ни одна из этих формул не стала доминирующей. Нужно ответы искать в каких-то определенных событиях, которые могли бы, наверное, ответить на наши вопросы. И вот этими событиями как раз стала Кавказская война. Как нам кажется, Джирах, находясь в горных отрогах стал местом прибежища для жителей других поселений, того же самого Дербента, Хлепинжика, Нюгди, Маджолиса, так как эти и архитектурные формы, и почерки, и даже свои эпитафии переселенцы привезли с собой. Вот почему все это разнообразие обрывается сразу же окончанием Кавказской войны. Но и это селение не избежало этих можно сказать событий не всегда стабильных, а именно событий, которые могли спорадически проявляться в самых разных ущельях, в самых разных селениях. И в 1843 году Аул-Джирах подвергся нападению одного из отрядов Шамиля, который этим отрядом командовал как раз Хаджи Мурат. Именно он вел этот отряд в Южный Дагестан. И многим евреям удалось заблаговременно бежать, но дома были большей частью сожжены. Удалось бежать благодаря тому, что жители выделили из своего отряда, ну, из своего селения заградительный отряд. И именно благодаря такому решению и отваге девяти односельчан многим удалось сбежать. И на надгробиях встречаются надписи как раз погибших этих девяти смельчаков семьи Матафи. И можно сказать, что благодаря им большая часть населения аула сумела вернуться. и именно их уже в 1869 году Иуда Черный как раз и описывал в Джирахе. Следующее селение это селение Абасова. Абасова находится на на отрогах хребта Джалган, что нависает над Дербентом. Военные события часто меняли карту еврейских расселений и возникновения Абасовы связывают с событиями в Дербенте 1630 года, когда многочисленная община Дербента была вынуждена покинуть город. Большинство семей осело в 10 километрах от города в основном ими селении, которое и было названо Абасова. Из сохранившихся к нашему времени надгробий я первый раз посетила этих отроги в 2009 году. Самые ранние надгробия относятся как раз к середине 17 века. Вот перед вами одно из древних надгробий. Всего надмогильных камней с эпитафиями уцелело чуть более 40, но и они подтверждают историческую картину 18-19 веков, когда в 1760 году Фаталихан разрешил евреям соседних селений поселиться в Абасова. Отмечается приток новых почерков, но уже в 1799 году ситуация меняется. Война Суройхана, Казикумукского и Кирюнского ханств против Шихалихана Дербенского принесла разорение в селении Абасова и после того, как правитель Казикумуха вывезел население Абасовы, Шихалихан приказал уцелевшим Абасовинцам около 160 человек перебраться вниз то есть в Дербент под защиту Дербентских крепостных стен и выделил им участок под застройку. Таким образом оставшиеся жители переселились в Дербент, в котором новый правитель Фаталихан дал им землю. Это одно из последних по времени надгробий Абасовы и почерк как раз этого Абасовинского надгробия мы затем встретим в Дербенте. Действительно, самые поздние надгробия на кладбище Абасова датироваться 1827 годом. Такие небольшие сведения с надгробных текстов, как имена, титулы Евлогии, но привязанные к датам, являются неоценимым и конкретным историческим источником, свидетельством о месте и времени пребывания общин Дербентской округи. И вот мы с вами уже в Дербенте. Из других источников выясняется, что до конца 18 века евреям Дербентского ханства запрещало жить в самом Дербенте. Еврейский квартал в этом городе появился лишь после 1798 года. Место, что было отведено для абасовинских переселенцев, болотистое и кишело малярийными комарами. Прошел не один год, пока абасовинцы засыпали болото особой глины, привозившейся именно Арбак с берега реки Рубас в 20 километрах от города. Лишь после этого они построили там свои дома, ставшие первыми постройками еврейского магала. Шихалихан уравнял евреев в правах с мусульманскими с мусульманским населением и предоставил им статус постоянных жителей. Разрешил селиться в центре города. У южной крепостной стены появился новый еврейский квартал, получивший название Тенге-Махала. В 1806 году Дербентом овладели русские войска. Были установлены границы с Персией и Турцией, но из-за постоянно возникавших локальных конфликтов линия границ была весьма условной. На подвижных южных границах постоянно назревали тяжевые конфликты. Военные столкновения или такого рода события произошли у границ Дербента в 1830 году, когда в месяце Аф 1830 года были похоронены 12 мужчин Дербентских Мордехай с его сыновьями. Вот я вам показываю эти первые надгробия 1830 года. Эти погребения положили начало новому Дербентскому кладбищу. Это самое раннее надгробие Дербентского еврейского кладбища. Текст некролога на первых надгробиях общий, почти трафаретный. Почерк резчика также одинаков. Они однотипны были и по архитектуре. И только лишь после 1830 года появляется десяток то и более надгробий, которые поражают именно или представляют, поразить еще пока они не могут, но по крайней мере дают нам представление об архитектурном разнообразии в оформлении стел, что может являться косвенным свидетельством об окрепшей материально общине. на протяжении всей Кавказской войны были ли эти события, когда Гази Мохамед первый имам Дагестана подступил к Дербенту и блокировал его, или походы Шамиляна поселения Тапасарана, но еврейское население окрестных сел, в том числе из Кайтага, укрывало задерпенскими крепостными стенами. Все они, как и дерпенские мусульмане и армяне, вместе с русскими войсками участвовали в отражении атак горцев и отстаивали город. После замирания военных столкновений большинство евреев вернулось в воротные селения, но многие навсегда остались в Дербенте и пополнили население еврейского квартала. надгробие стелы надгробные стелы 1830 года с раннего участка еврейского некрополя Дербента очень близки надгробных камням из Абасовы и Маджолиса. Вот следующее наше селение будет Маджолис, но прежде чем добраться до Маджолиса, мы все-таки заехали в ущелье, которое получает название Джу-Тата или Дерей-Гата. Этнографические описания этого аула, который входил в Кайта-Гаттапасаранский округ, представляют путешественники 18 века, но вопрос появления в этом селении еврейской общины отсылался к далеким преданиям, и одно из этих преданий связывают как раз именно с ущельем Джу-Ата, которое вы и видите. В прошлом здесь находилось семь когда-то селений, в 15 веке вроде бы как именно с Дерей-Гата или Джу-У-Гата переселились евреи в Маджолис, однако мы постарались с тщательностью подойти к изучению окрестности и Джу-Ата и Маджолиса. Вот вы видите на склоне этого ущелья уже возникшие сегодня поселения, и при строительстве сегодня своих домов при рытье котлованов под строительство стали обнажаться вот такие более ранние строительные остатки. Это уже зафиксированные нами в 2013 году остатки от более ранних селений. Какого времени сказать очень трудно, потому как подъемный материал к сожалению вычерпан местными уже новыми поселенцами и даже мне кажется эта стенка вскоре уже будет ими же разобрана. К сожалению наступление на более удобные для поселения террасы гор неизбежны. Вы видите что действительно здесь площадка очень удобна для нового строительства. Вот здесь вот внизу слева протекает река, то есть вода и родники рядом. И вот мы уже теперь с вами в Маджолисе. еврейская община которых была и связана с переселенцами из ущелья Джу-Ата. Со временем это поселение оказалось заброшенным и даже их имена как говорит Игорь Семенов не всегда можно прочитать даже в преданиях. но нужно сказать что и в Маджолисе судьба еврейского квартала была такой же печальной как и Джу-Ата. Сегодня Маджолис в основном заселен лесгинами и даргинцами. поэтому можно сказать что о еврейском кладбище его истории Маджолисе может говорить лишь только его кладбище эпитафии. именно они и позволят восстановить более-менее конкретную историческую ситуацию. Некрополь который дошел до наших дней вот он перед вами существует и действует под настоящее время. Он принадлежал общине как раз того времени когда Маджолис посещал Иуда Черный. Расположен на северной окраине селения на склоне горы занимает площадь около 800 квадратных метров. На кладбище к настоящему времени уцелело 145 надгробий. Надгробия выполнены из местного камня, туфа и песчаника. Типологически очень однообразны. Вот вся площадь этого кладбища и количество надгробий. Вы видите, что значительные места опустуют. Вот эти лакуны, они действительно без надгробий, хотя могильные ямы провалившиеся, осевшие существуют. Можно сказать, что камень был местным населением выбран для строительства. И надгробия. Это, конечно, стелы, более декорированные, нежели мы встречали с вами в Абасове или в Корчаге или в Джерахе. Это свидетельствует о материальном достатке поселенцев. Они декорированы рамками, украшены розетками, шестиконечными звездами. Ну, вот первое надгробие, которое по почерку сближает нас с Бенскими 1830 года, оно довольно просто. Это каменная стела без какого-либо архитектурного оформления, хотя площадь или зеркало для нанесения эпитафии было зачищено и отшлифовано. Его, как вы видите, уже покрывает время, то есть мхи или шайники. Все тексты на еврейском языке лишь только надгробия уже 30-х, начиная с 30-х, 40-х годов 20-го века надписи в большей части двуязычные на русском и еврейском языках. Первые даты это 1842 год, вот они сразу же после затишья военного и таких надгробий всего лишь 6. Все тексты вырезаны одним почерком, они все квадратного письма, хотя уже в последующее время к 70-м 90-м годам 19-го века этот квадратный курсив становится более разнообразным. на протяжении всего периода действия могильника, а именно 30-е года 19-го века и вторая половина 20-го века имеет единую формулу, здесь такого разнообразия как в джирахе мы не находим, то есть пишется так очень просто, здесь был похоронен, вы можете, кто может прочитать, сами могут это сделать, здесь похоронен или здесь погребен такой-то, такой-то в день месяца, года такого-то и чаще всего по малому счислению, на что обязательно указывается лепраткатон, то есть по малому счислению, без указаний тысячи, хотя вот в данном случае вы видите это очень четко. двоязычные памятники как раз относятся именно к 20-30 годам, это еврейско-русский, а вот уже вторая половина 20-го века наоборот русско-еврейский. Соседние с Маджолисом еврейское поселение, которое отмечал еще Иуда Черный 1869 года, отправляет нас в Янгикент. И Иуда Черный писал, что женщины-плакальницы или плакальщицы, как он пишет, его так растрогали и раввинская служба и эти женщины-плакальщицы, они как раз и обслуживали, можно сказать, эти два селения Маджолисы и Янгикент. Итак, мы отправляемся с вами в Янгикент. В Янгикенте кладбище, казалось бы, больших размеров, но вы видите достаточно большие площади, пустующие и не случайно. К сожалению, в Янгикенте нас ждало очень большое разочарование той ситуации, которую мы увидели. Жители Янгикента попросту разобрали надгробные камни, площадь очистили и стали строить свои дома. Вот что произошло с кладбищем в Янгикенте. Это долина, где находится Янгикент. Конечно, более приспособлена к поселению. Здесь в внутренних долинах очень много родников и несмотря на то, что это еще много выше, чем Маджолис в горах, но тем не менее довольно-таки живописное место. И, к сожалению, строительство полностью уничтожило Некрополь. Нами зафиксировано всего лишь 11 надгробий на своих первоначальных точках. И эти 11 надгробий еще одно, которое мы сумели соединить оставшиеся внизу штифт и разбитые верхушки. Итого нам, к сожалению, для исследования досталось лишь только 12 целых надгробий. 52 фрагмента были собраны жителями в одну кучу. и всего, что подлежало изучению, это 80 фрагментированных надгробий. Это весь, к сожалению, эпиграфический материал. Но все-таки по вступительным формулам и почерку резчика петафий действительно они перекликались с манджолистскими надгробиями. А вот архитектурно община пыталась выработать свои модели и свои пристрастия. Вот перед вами эти фрагментированные надгробия Янги Кента. А вы видите эти отдельные надгробия, где, как я выразилась, община и выражала свои архитектурные пристрастия. Мы можем говорить, что в 17 веке в Дагестане основными районами, где жили горские евреи, являлось Зербенское ханство и владение Уцмия-Кайтакского, то есть Джо-Ата, Маджолис, Янги-Кент. К XVIII веку вокруг города Дербенте и в Прикаспийской долине реки Самур образовался довольно сложный конгломерат потомков кавказских албан или албанцев и переселившихся сюда армян, азербайджанцев, отчасти арабов, татов, западных иранцев по языку и разного вероисповедования. Собственно, татов по вероисповедованию в Южном Дагестане можно выделить как таты-христиане, таты-мусульмане и таты-иудеи. И одним из таких ярких поселений в Южном Дагестане в долине реки Самур и является Нюгди. Мы с вами переезжаем в селение Нюгди. Вот кладбище Нюгдийское и оно теперь перед вами в таком живописном состоянии. Аул Нюгди Нюшкюр еще второе его название находился на территории Дербенского ханства среди других селений Хаджан-Кала, Белегди, Хлепенджик, Мамрач. В них когда-то жили евреи. Некоторые были чисто еврейскими, но к сожалению до настоящего времени лишь в Нюгди проживают несколько семей. Так группа этнографистов, которая работала недалеко в прошлом году в Нюгди зафиксировала всего лишь пять семей. В 19-20 годах Нюгди представлял пример настоящего дагестанского селения. Состав этого населения был Азербайджан и Лезгин и Еврейский, где сплелись исторические судьбы вот этих трех народов и их пребывание в те или иные времена фиксируют как раз расположившиеся рядом кладбища, храмы и синагога. Но у горских евреев это селение именовалось Мешкюр. Отсюда сохранилось и другое название села Нюгди Мешкюр, то есть новое поселение Мешкор. Нюгди находится на береговой линии южнее Дербента в 37 километрах близ большого села Белинджи. Местные нюгдейские евреи считали себя переселенцами из Хлепинджика, но как покажет дальнейшее изучение, их надгробия эпиграфически оказались очень близки другим общинам Южного Дагестана. В Нюгди сохранилось огромное еврейское кладбище, уцелевших надгробий чуть более двухста, не считая тех пятидесяти просевших могильных ям, над которыми не сохранилось надгробных камней. Иуда Черный, посетивший также Инюгди, зафиксировал на 1867 год в селении 38 еврейских семей. Но уже Анисимов Илья Шеребетович в 1886 насчитал 778, а в 1897 их было 479. Однако к 1926 году осталось 276. Эпиграфические наблюдения позволили откорректировать и датировки, и статистику. Наиболее старые из обнаруженных надмогильных памятников датируются началом 18 века, то есть 1708 годом. Последние по времени относятся к 40-м 50-м годам 20-го столетия. Вот перед вами одни из ранних надгробий Нюгди. Архитектурно-декоративное надгробие получило наивысшее развитие как раз именно на рубеже века. В середину 19-го столетия приходится 60 надгробных камней. Это одно из первых. Это надгробие относящиеся именно к 70-80-м годам. Здесь есть точная дата, вы можете прочитать. Я почему так расширила границы? Потому по архитектурному оформлению этого надгробия, которое имеет аналоги на кладбище. В течение всего 19-го века в селении соседствуют две нюгдийские общины. Это еврейская, она увеличивается почти вдвое, и армянская, которая начинает отстраивать и восстанавливать свой храм. А восстановление армянского храма сообщал камень, который находится в храме часовни в этом селении нюгдий. И один из этих камней как раз и сообщает о том, что госпожа Елизавета Качканьянс реставрировала церковь память о себе и о своей семье в 1879 году. И именно с пребыванием здесь армянской артели каменотезов я связывала вот такое богатое декорированное как это надгробие. Оно все очень хорошо обработано как раз именно в той технике, в которой отшлифованы и обработаны камни на участвующие именно в кладке армянского храма этого же времени. И вторая армянская надпись храма часовни говорит о том последнем уже ремонте храма в 1916 году. И вот еще одно надгробие, которое к сожалению сохранилось не на своем первоначальном месте, плыло по склону как раз и относится к этому времени. Эти два надгробия и отмечаются пребыванием в нюгде армянской строительной артели. по всему видно, что это были довольно крупные строительные мероприятия и еврейское кладбище тоже свидетельствует о пребывании в нюгде этих армянских строителей. Нужно сказать, что местные раввины такие, как Ветбен Мокдаши и Ветбен Авадия, их имена также зафиксированы в эпитафиях этого кладбища, видели только положительные в таком тесном контакте на бытовом уровне этих двух народов одного селения. Последние по времени надгробия кладбища нюгде относятся к 40-м 50-м годам 20-го столетия, когда в селе оставалось не более десятка семей. Эпитафии 19-го века наиболее информативны. Даты записываются по счету дни от шабата и от новолуния, то есть от новомесячей. Круг счисления указывается по малому счислению почерки не настолько вариативны, как, допустим, в селении Джирах. Всего лишь 3-4 мастера обслуживали на протяжении всего существования этого селения Артель. Применяются шрифты очень близкие памятникам из селения Хрепенжик и аулов Корчак. Позже мы увидим еще более широкую географическую связь с другими селениями Южного Дагестана. Корчак и Хрепенжик наряду с другими еврейскими селениями Арак и Джирах находились в горных районах, непосредственно примыкавших к Дербенскому ханству. И вот мы с вами перебираемся в следующее селение, селение Хрепенжик. В Хрепенжике вы видите кладбище было небольшим. Его границы как раз показывали о очень уже сложившуюся для нас картину жизни. То есть это поселение достаточно кратковременное на 3-4 поколения. Видимо все это было связано не только с военными событиями периода Кавказской войны, но и с близостью гор, то есть зона кормления заставляла их переселяться в другие удобные для поселений долины. Селение Хрепенжик находится в Тапасаране и старое кладбище в современном селении нам не сразу удалось найти. Оно расположено при въезде в селение слева у трассы в 500 метрах от этого населенного пункта рядом здесь находилась школа но не удалось его сразу найти по совершенно другой причине оно к сожалению жителями соседних домов было завалено строительным мусором и прежде чем приступить к работе нам пришлось его очищать силами учеников соседней школы. все надгроби представляют собой стелы вам уже знакомые без какого-либо орнамента только на некоторых из них были вырезаны экраны в которых и помещены поминальные тексты хронологические рамки некрополя это 50-е года 19-го столетия и самое начало 20-го что позволяет как раз и судить от кратковременности поселения представлено несколько видов почерков которые ходили практически в одно и то же время и два из них находят параллели с эпитафиями нюгди это вот подтверждение тому что нюгдейцы связывают увеличение своего селения как раз переселенцами из хлипинжика эпитафии довольно однообразны вступительная формула вернее однообразны вступительная формула только одна то есть здесь похоронен и встречаются чаще чем где-либо аббревиатурная запись этого поникбар то есть буква пэй и гэй способом передачи даты являются также буквенное определение по линии липка предпринятые эпиграфические наблюдения некрополей Южного Дагестана объединяет 9 из некрополей и около тысячи надгробий и конечно это не полный свод поэтому мы продолжили свои работы в Южном Дагестане уже в прошлом году и подводя итог можно сказать что в Кавказоведении действительно история происхождения еврейских общин является одной из самых сложных и вот откоррелировать этот вопрос мы попытались прошлогодней своей поездкой а работы мы сконцентрировали на кладбищах Мамрач вот следующее интересно то что в селении Мамрач нами было обнаружено надгробие где впервые упомянуто собственно упомянуто это селение то есть мы можем теперь уже говорить как именно еврейской традиции еврейским языком это селение произносилось Мамрак Мамрач хотя местонаселение нам чаще всего передавало название его как Мамраш в следующем селении Хаджан-Кала к сожалению были обнаружены всего лишь 130 надгробий все они к сожалению в основном 19-20 столетий и многие ямы были пустующие без надгробий более широкое представление о истории еврейского аула Арак дало кладбище селения Арага или Арак оно находилось на склоне долины Рэчал-Су и оно было достаточно более многочисленным поселением с интересной судьбой когда-то большое население оно находилось на перекрестке внутренних дорог и выгодно использовало свое географическое местоположение материальный достаток семейств позволял внешнем селении у берега выстроить из хорошо обработанных камней синагогу а отдельным своим общинникам возносить вот такие большие надмогильные сооружения имитирующие склепы вот я вам их представляю наиболее процветающие и стабильные времена жизни общины приходились на 80-е 90-е года община могла позволить при себе в синагоге держать учителей вот о чем свидетельствуют эти два надгробия язык иврит был в довольно-таки хорошем состоянии можно сказать учителя работали на славу вы видите здесь в эпитафиях приводимые изречения из псалмов из книги Даниила и они все закодированы аббревиатурно переданы буквами и что очень выгодно отличает это селение от других поселений Южного Дагестана отдельные семьи поддерживали тесные контакты с местным населением с лесгинами и вот перед вами надпись которая была двуязычной но уже не привычный еврейско-русский текст или русско-еврейский а как раз именно еврейско-лесгинский текст и для передачи лесгинского текста использована была кириллица но были вообще не тяжелые времена на ряде памятников было упомянуто о погромах вот перед вами один из этих памятников где сообщается о том что убитый был именно похоронен здесь был убит хронологические рамки трех некрополей примерно одинаковы и это 30-е года 19-го 40-е 50-е года 20-го века а вот на этих представленных фотографиях я хочу вам показать если вы помните предыдущий зрительный ряд эти параллели между некрополями нюгди джираха и корчага предпринятые эпиграфические наблюдения на некрополях южного Дагестана являются частью больших работ по сохранению изучению культурно-исторического наследия каким безусловно являются старые кладбища округи Дербента южного Дагестана они дают более точную информацию о численности горских евреев и позволяют на мой взгляд составить весьма широкое представление о географии расселения еврейской диаспоры на территории Дагестана спасибо благодарю вас за внимание жду ваших вопросов дагестан Я жду ваших вопросов. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Буйнакск, к сожалению, тоже оставляет очень печальное зрелище. Продолжение следует. 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 Продолжение следует.